День этнографа Как говорится, кто празднику рад, тот может уже накануне начинать отмечать. Но мы уже сейчас поздравляем всех причастных к этому событию, Дню этнографа. Обойдемся без долгих предисловий, сказал он и продолжал говорить. В гостях у нас Николай Николаевич Миклуха Маклай, директор фонда имени Николая Николаевича Миклуха Маклай, исследователь-путешественник Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Но ты очень мало перечислил пунктов. Там можно за бесконечностью. У вашего прапрадедушки двоюродного было всего три, ну официальных. А у вас общественный деятель, ученый, продюсер, режиссер документальных фильмов, коллекционер материальной культуры, Папуанова Гвинея, автор, редактор научных статей и так далее. Руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, Института Востоковедния Иран. Это меньше половины. Как вы с этим живете, расскажите, Николай Николаевич. Это тест из серии «Найди лишнее». Да. Ну, вы знаете, я должен вам сказать, что все это по тематике как раз связано с тем, чем занимался Миклуха Маклай. Потому что все мое направление деятельности, это моя любимая папуаси, уж извините, я так скажу, все-таки Папуа Новая Гвинея. И так получилось, не все в нашей семье, во-первых, занимаются Папуа Новая Гвинея, это первый вопрос, сразу же отвечу, нет. Второй, и не всех называют Николаями. То есть Николай Николаевич. А то можно, это такая добрая традиция, из рода в род Николай, Николай. А если девочка? Если девочка, можно... Николь? Да, почему нет? Вы знаете, день этнографа, это потрясающий день. Во-первых, чем? Связано это с тем, что... Почему летом? Это все выходят в экспедиции, экспедиционные полевые работы, они позволяют действительно двигать науку. И этнограф, человек, который изучает народы, этносы, на то он этнограф, этнос, да? И дает возможность представить и в то же время сохранить те традиции, которые у нас есть. Очень часто в связи с глобализацией, в связи с тем, что мы начинаем жить в городах, мы забываем некоторые те традиции, которые, может быть, нам передавали и бабушки. Когда этнографы посещают деревни, когда они выезжают в поля, скажем так, они дают возможность действительно и сохранить, и вспомнить. И вот Николай Хамакай, он был первым, кто показал, что полевая работа очень важна. И мало того, он показал своим примером, что можно входить в контакт с добром. Это просто слова, с одной стороны. Давайте посмотрим факт. Николай Хамакай отправился на тот остров, который считали не просто опасным, его считали, что он отправляется в последний путь. А это вот там аборигены съели кука? Ну, нет. Рядом? Да. Вообще аборигены съедали и кука, и других, в том числе и Магеллана, по той причине, что они пытались насаждать свою культуру и свои законы, свои правила. Вот Николай Хамакай не насаждал. Вот в этом самое главное отличие этнографа и исследователя он принимал и уважал, потому что это, во-первых, их традиции, из какой стати он должен насаждать. И второй момент, вы знаете, вот в тот момент, когда он встречался же, эта история известная, но мы должны ее напомнить. На него направили стрелы, на него направили луки, оружие, и он выбрал простой путь. Он лег на циновку и лег спать. Ну, что можно сказать? Все папуасы испугались, а через некоторое время они подумали, что он такой сильный, что его невозможно убить, ему наплевать на все это оружие. И выбор у него был, брать ли оружие. Ведь и кука, и Магеллан брали оружие с собой. Они оборонялись и тем самым получили в ответ. Николай Хамакай это не делал. Поэтому вот именно этнограф, человек, который умеет и наладить контакт, не вторгаясь, описать культуру, сохранить ее для нас. И я вам должен сказать, что, наверное, знание культуры, традиция, это самое важное в завязывании контактов, налаживании контактов. Вот, например, мы можем вспомнить, например, когда Крузенштерн отправился в первое плавание, одной из задач ставили организовать русское посольство в Японии. Так вот, там был Рязанов, который должен был это организовать. И, к сожалению... Рязанов многим известен по рок-опере Юнона и Авось. И получилось таким образом, что не те подарки они подготовили. Не статусные? Да. То, что и не нужно. Не изучили они то, что будет по статусу с императором. Да, и не сняли обувь вовремя, скажем так, наши солдаты. И что? И, ну, как бы их не приняли. Сказали, заходите в следующий раз. Всего лишь из-за этого, да. Но вспомните, когда приезжали к царю-государю, привозили подарки, и от этого смотрели сначала, насколько есть уважение. Много есть нюансов, которые идут именно исходя из культуры и традиций. А почему вы решили, Николай Николаевич, продолжать все-таки дело своего прапрадедушки? Вот как так сложилось? Почему? Вы знаете, ну, один из толчков был... Во-первых, мне это интересно. Ну, во-первых. То есть я не продолжаю просто его делать, я делаю свое, используя те знания, используя тот накопленный опыт, который собрал Миклуха Маклай. Это достаточно важно, потому что выдающийся деятель, вклад в науку превосходный, все это хорошо, но этим надо пользоваться. И вот каким образом пользоваться? В 2017 году отправились в экспедицию, и когда мы увидели с командой ученых из Москвы и Санкт-Петербурга, как нас встречают, а это было, извините, 3000 человек, они подняли российский флаг, пели гимн, но после этого хотелось бы как-то сохранить это наследие и каким-то образом узнать, как они живут сейчас и почему они сохраняют память о Миклуха Маклая настолько серьезно. С этого началась уже серьезная работа и последующие экспедиции. Вот за последние 7 лет я провел 5 экспедиций, и несколько экспедиций были уже в одиночку, но я должен вам сказать, что именно благодаря моим друзьям-папуасам уже мы проводим экспедиции, а не моя команда, которые помогают мне проводить исследования в том числе. А какие они сейчас? Извини, Марина, пишут, как слышу, Миклуха Маклая сразу представляют тропические леса и папуасов, что-то далекое от цивилизации. Это вопрос, какие они сейчас? Вы знаете, 87%, ну почти 90% проживают в деревнях, сохраняют свои традиции, культуры и на той же территории, в основном, что было и раньше. Соответственно, когда ты привязан к земле, ты вынужден сохранять во многом те традиции, которые были у твоих предков. Безусловно, потихонечку это начинает уходить. Я говорю, если про одежду, это, разумеется, она современная. Если говорить о том, сохраняют ли они, используют ли костюмы национальные, да, конечно, они есть, и они под рукой. В этом плане во время праздника... Как используют, извините, национальные костюмы? Не для постоянной носки, а для каких-то особых случаев? Для особых случаев. Какие-то элементы, да, безусловно. Ну, например, та же самочка, та же самая сумочка Белум или еще что-то. Вы знаете, модники ходят сейчас со сумочками через плечо вот такие, вот здесь вот впереди она. Поплазская сумочка Белум. Они просто не знают. Вот это, вы просто не подглядели, так они просто, видимо, каким-то образом... Мику Хамакай привез по пластам топор, а они нам, видимо, сумочку Белум. Такой взаимовыгодный амин. А что вообще сейчас этнография? Потому что есть ощущение, что все изучено. Все уже настолько унифицированы, что одинаково одеваются, одинаковую пищу едят, ездят на одних и тех же машинах. И вся эта культура национальная, она представлена в виде каких-то а-ля народных коллективов, которые тоже, знаете, стилизованы, а от народной культуры там нет ничего. Вот, ну, что сейчас, ну, приедешь-то в деревню, что ты там интересного найдешь? Ну, что в нашей деревне, я думаю, что мы тоже можем найти и в нашей деревне. Если мы говорим о, в принципе, да, этнографии и вообще изучении, это достаточно важно, потому что даже вот те изменения, которые происходят, они не всегда, они достаточно часто внешние. Ну, истории, рассказы, которые передают из поколения в поколение, да, вот те же самые народные сказки, которые у нас есть, это достаточно часто сохраняет определенную идентичность. И если говорить об изучении именно племен и Папула Новогвинеи, то, конечно же, отечественный вклад, российский вклад достаточно серьезный. То есть были экспедиции в 71-77 году. И Микруха Маклай впервые, чтобы мы понимали, в доколониальный период, провел с ними два с половиной года в течение трех экспедиций. Вообще у него было 150 путешествий. И одна из причин, почему он настолько известен стал, потому что никто не ожидал, что он выживет там. Он показал пример того, как можно и выживать в нестандартной ситуации, и каким образом можно фиксировать все это бесперестрастным образом, передавая уже следующим поколениям. В общем, он такой стандарт задал, наверное, о том, как вести себя с такими чуждыми цивилизациями. А как они вас принимали? Первое время, ну, во-первых, они меня считают Николаем Четвертым. То есть Маклай Четвертым. Есть и такой. Да, Маклай Четвертый. Точнее, Маклай Четвертый. Да, прошу прощения, не Николай Четвертый. Значит, Маклай Четвертый, хотя я в шестом поколении. Но сейчас я у них уже вошел как в статус старейшины. И это действительно в большей степени, я уже говорю, мои папуасы, моя семья в этом плане. А старейшины – это возрастная категория? И возрастная тоже, конечно же. Ну, в большей степени это когда ты вносишь определенный вклад. Ну, по возрасту я подхожу, да. То есть уже возрастная. Там долго не живут? А в начале как было? Вы просто начали, что сначала было? Вы знаете, несмотря на великолепнейший прием, они с распростертыми объятиями не встречали. Они выяснили все детали, прежде чем начали быть открытыми. Их интересовало все. Абсолютно они хотели быть уверенным, что я действительно тот Маклай и тот родственник. Несмотря на то, что я являюсь, как мы знаем, двоюродным проправнуком, неважно, я отношусь к роду Миклуха Маклаев. Их интересовали все вот эти детали. И самое главное, зачем ты сюда, в конце концов, приехал? Когда я им объяснил, что это ситуация, в которой мы хотим продолжить наши связи, потому что мы много знаем о Папу Новогвине, и, к сожалению, сейчас они утеряны, они начали помогать. А документы какие-то требовали, Николай Николаевич? По лицу посмотрели. Какие-то архивы, не знаю, это может быть. Вы знаете, они прекраснейшим образом, вот у меня одна из последних экспедиций была, в том году сейчас, в 2023, в 2024 я уже провел еще одну, и я посетил берег уже с дневниками Миклуха Маклая и 10 удаленных деревень. Никто не посещал за последние 150 лет все 10 деревень, кроме Миклуха Маклая. Вот я посетил те же самые деревни, открывал дневники Миклуха Маклая, уже опубликованы, это шеститомное собрание сочинений, и там есть иллюстрации, рисунки Миклуха Маклая. И в каждой деревне есть рисунок или же этой деревни, или же жителей. Я был поражен, они всех узнали. То есть они узнали всех. Там написано по-русски, и там невозможно. Полтора века прошло. Прошло полтора века. Ну, у них есть такая особенность, они могут сопоставлять именно по возрасту очень хорошо. Ну, вы, кстати говоря, если возьмете свою фотографию в детском возрасте, например, своих же родственников того же возраста, вы видите, что практически одно лицо. Возьмите, попробуйте. Надо провести эксперимент. Папуасы мне помогли в этом узнать. И также, наверное, они меня по лицу посмотрели. Думаю, точно, Маклай. По черепу, по форме. Вы очень похожи, на самом деле. Определяют. Нам тут пишут, из Карелии, ничего не знала о Миклоха Маклайда, фильма, где снимался Юрий Соломин. Но это вот про вклад государства, скажем так, в популяризацию собственной истории, их просвещения в том числе. А вы им в качестве подарков что-то привозите? Без подарков никак. То что привозите? Свинью. Обязательно. Смось бы свинью. Без свинью? Живую, конечно же. Ну что же. Как вы ее везете? Сколько вы выбираете? А это статусный подарок? Это очень статусный подарок. Я ее покупаю. Это стоит порядка, ну, где-то тысячи, тысяча двухсот долларов. Если мы говорим о американских долларов, если это в кинох, просто будет трудно объяснить. Ну, сто-сто двадцать тысяч рублей. Это может быть немного дешевле в некоторых случаях, но этот подарок для всей деревни. И потом это празднование, поедание этой свиньи великолепнейшей и приготовление ее. Это знак уважения. Свинью, знаете, мы уже шутили, что едят во время инициации, вот когда там есть посвящение из мальчиков мужчины. Дарят обязательно свинью старейшину, который вот помогал это все дело осуществить, на Christmas. То есть перед Рождеством, теперь они все-таки люди у нас празднуют Рождество. И когда приезжает российская экспедиция. Теперь есть три события, когда едят свинью. Но свинья еще и, вы знаете, статусный не только подарок, это еще и выкуп за невесту. Различные подарки в виде не только денег, сейчас деньги тоже дарят, но и свиней это считается очень ценно. А вы где-то по дороге ее покупаете? Я покупаю ее транспортировать. Извините, 12 тысяч километров. Нет, 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 невозможно. Я бы на перевесе багажа мы могли бы не долететь уже. Ну, я представляю, из России куда ты втул с своим самоваром, а тут куда ты попал в Новогвине с своей свиньей. Ну, с учетом того, что бизнесмены могут посчитать, что свинья-то у нас намного дешевле, может быть, и выгоднее было бы взять ей свинью даже. Ой, не свинью, а билет какой-то. Ну, я думаю, что на такую большую, как мне надо везти, придется брать 3-4 места сразу же. Кстати, многие заводят мини-пигов, а потом эти мини-пиги превращаются в такого кабана. Ну, кстати, вот кто захочет своего мини-пига оставить или подарить, то это Папу Новогвине и лучшая страна в этом. Можно этих людей вам переадресовать? Вдруг у кого-то лишний мини-пиг? Не надо, да? Без проблем. Откуда такая интересная и необычная фамилия? Миклуха Маклай спрашивает из Астраханской области. Откуда корни родословная? Ну, может быть, мы тут глубоко погружаться не будем? А тезисно? Ну, тезисно, Миклуха это малоросская фамилия. И, соответственно, Маклай это шотландец, который бился при битве при желтых водах, соответственно, за поляков, попал в плен и осел. Маклай не использовался, потому что Миклуха более звучна для... Но это было с буква на конце, да? Миклуха или Миклухо? Миклуха. Миклуха. Да. А потом уже именно Миклуха Маклай перед Николаем Николаевичем, благодаря отчаяниям своей мамы, перед отправлением в Новую Гвинею получил паспорт. Там была Миклуха Маклай. Но она представила и подтверждающего... Вы знаете, документов каких-то сильно подтверждающих раньше и не было, но все точно знали. Есть легенда семьи, есть очень много различных изучений ученых, которые рассказывают, что Миклуха пошел от того-то, от сего-то. Но я вам говорю, как это есть и как принимают это в семье, это именно так и произошло. Когда вы впервые туда попали, какое вообще ощущение было? Просто хочется понять вообще, что это за... Вы знаете, ну, это надо, конечно, ощутить. В этом плане... Я попал туда во взрослом возрасте. Поймите, что вот эти книги, которые были написаны, которые про Миклуха Маклай читали, и очень многие это читали, читал не только я и миллионы. Им было жутко интересно это все. А тут, представляете, я по следам своего же прадеда, прочитав все это дело, отправляюсь, оказываюсь, тех папуасов, которых читал и представлял, что они, вот какие они. И они делают вот то же самое представление. Представьте, они устроили пантомиму, они как будто бы в первой встрече с первым папуасом, они сделали, они все это помнят, одевшись в национальные костюмы. Глубокое уважение к ним за то, что они это помнят и делают. А мне, конечно, помимо трепетного и страх, и что я буду делать, и незнание, как я буду делать вначале. Но все это дело ушло, после того, как я понял, что я все знаю. Что есть в вас тут. В этих дневниках все написано. Все написано. И тогда я пошел просто так, прямо как и Миклух Маклой описывал, и все пошло. Все очень хорошо. То есть, ты пошел так же, лег на циновку и уснул? Это потом. Кстати, я могу вам сказать, что уснул он, вероятнее всего, вот по моему мнению, как человек, который провел там много времени, действительно от усталости. А не потому, что хотел произвести впечатление, да? Да, он фактически, у него было не до вот этой вот драки. Оружия не было. Вот что сейчас с ними возиться, если они тут стрелы свои подняли? Он несколько дней до этого был в строительстве, хижине, помимо всего прочего, нервотрепка вся. Он пошел, лег отдохнуть. Ну, что делать? Ну, посмотрим. Убьют, так убьют. Не убьют, так не убьют. Такой фаталист отчасти. И я думаю, что, по моему мнению, это было так. Но это мое мнение, потому что я то же самое испытывал, мне как-то хотелось уже увлечься. Так устал. Я так добирался. Вы же знаете, что мы шесть дней добирались, стояли в аэропортах, не могли попасть в Папула Новогвине. Знали об этом? Нет, почему? У меня было представление по нашему предыдущему разговору, что там весь путь занимался где-то сутки-двое максимум. Так и есть. 20 часов с небольшим лететь, от 20 до 30, в зависимости от самолетов, от 2 до 4 самолетов, от 3 до 4 самолетов до самого берега Маклая, это в Маданге. А иногда 5. Но мы застряли в Австралии, и нас не пускали в Папула Новогвине, и нужно было показывать визу. Несмотря на то, что у нас есть дипломатические отношения, в 2017 году мы визу получить не могли. Я бегал везде, никакой информации. Тогда Япония, кстати, говорит, что интернет-то у нас пишет много, но все неправда. И в Австралийское посольство меня отправляли, и в Российское, и в Индонезийское. Все-таки в итоге мне удалось получить некую бумагу в виде ксерокопии, которая позволяла нам, в принципе, взойти на борт воздушного судна, которое должно отправить нас в Папула Новогвине, из Сиднея. И когда я показал эту бумагу, выяснилось, что она просрочена. Я не понял, что там просрачивать, если, извините, пожалуйста, она вся и так еле непонятно, как выглядит, никакой официальности. Выяснилось, что я запросил ее раньше, и там действительно была дата, когда ее выдали. А она действительно только месяц. И вот в этот момент получается, что вся команда наша, а у меня еще ученые, она остается в аэропорту. Визу мы получали несколько месяцев, я пытался вот эту бумажку получить. И что делать? Все абсолютно накрывается, и все планы рушатся. А нас ждут там еще, к тому же, чтобы вы понимали. Там тоже все заказано, и не просто заказы там действительно ждут. И вот ту визу, которую мы получали несколько месяцев, мы получили за 4 часа. Точнее, через 4 часа, после того, как мы отказали зайти на корабль воздушного судна, мы в самолет, мы получили через 4 часа. Нет, куда без добра. Так получилось, что мы добрались до премьер-министра Папу Новогвинеи и сказали, что Микруха Маклай застрял со своими россиянами в Австралии, не может попасть в Папу Новогвинеи. Отсюда началось и знакомство с премьер-министром предыдущим и последующим. Все-таки историю они помнят и большое уважение им, что они действительно считают Микруха Маклай, входящего в пятерку тех, кто вообще повлиял на становление, независимого государства Папу Новогвинеи. Они получили независимость в 1975 году. До этого это было протекторатом Австралии, а до этого Германии. И вы не поверите, когда он стал протекторатом Германии, когда колонизировала Германия, это произошло благодаря тому, что Отто Финш, некий ученый, познакомившись с Микрухом Маклайом в Австралии, который находился там между своими путешествиями, узнал те слова, которые позволяли ему войти в контакт как друг. Он вошел с ними как вдруг и подняли флаг. И когда они подняли германский флаг, попуасы все думали, что это друзья Маклая. Наши пришли. И они представляли, что это все Микруха Маклая, независимо от того, что главное белые. Вообще очень много событий, очень много интересных открытий мы сделали во время современных экспедиций. Вот говоря о Микруха Маклая, надо отдать должное действительно его смелости, храбрости, примеру. И это действительно человек, который восхищает и тем, что он, понимаете, описывает все свои путешествия. Это же не выдумки какие-то, это реальные факты. И то, как он поступал, это хороший пример. Но и это помогает нам продолжать с ними хорошие отношения. Вот современные экспедиции, которые мы сделали, они дали очень хороший и не только импульс, а и возможность и привлекать молодежь в изучение этого региона. Это очень важно. Почему? Потому что знание, которым обладает Россия, она позволяет развивать отношения. Ну, например, когда я показал основателю государства Майкла Самара, который специально приехал в Сети на берег Маклая, познакомиться с потомком Микруха Маклая. Потому что они считали как послание к России. Мне пришлось им стать. И первое, что я сказал, было, посмотрите, сколько мы знаем в России о Папу Новогвинеев. Посмотрите, сколько книг. Посмотрите, сколько у нас интересных коллекций. Они были поражены этому. То есть через знания, через то, что мы начинаем больше узнавать о других мирах, этот мир поворачивается к нам. У нас немного времени остается, а хочется все-таки про праздник вспомнить. У нас День этнографа. Есть ли какие-то традиции, присущие исключительно этому празднику? Потому что, ну, я честно говорю, почитал интернет, там пишут, что первый тост поднимается за Микруха Маклая в этот день. Так это? У пьющих, да. У пьющих, да. Да. Я, в принципе, думаю, что у нас есть традиция такая, когда я нахожусь в России, не в Папово-Ново-Гвинеи, потому что если не в России, то обязательно в Папово-Ново-Гвинеи, чтобы вы знали, где я. У других вариантов нет. Практически нет. Или же в полете до. И 17 июля мы всегда отмечаем в Акуловке, там он родился. Там был установлен первый памятник и на 150-летие со дня его рождения этот памятник был установлен. И был он гражданином мира ЮНЕСКО, признан в этот год как раз. В 1996 году. И вот там собираются ученые, общественные деятели, доклады. И завтра мы представляем сейчас уже традиционно новые проекты. Образовательно-просветительские фонды проекта, основанные на тех исследованиях, которые проходили. Вот завтра мы будем традиционно уже отмечать День этнографа и представлять новый просветительский проект, который будет вовлекать молодежь в этнографию. Это как раз проект, который называется российские, прошу прощения, исследователи океании, открытие наших дней. И вот о новых пяти экспедициях мы будем говорить. Я думаю, что это позволит нам больше людей привлечь в исследователи, в этнографы, в эту науку и в ценность того, что нужно больше узнавать о культуре и традициях. Но это вы о молодежи сейчас говорите. Это проект для молодежи. Или в целом? Я, вы знаете, что думаю, что то, что мы представим, там будет интересно всем. Но представьте, какая ситуация. Вам было бы интересно посмотреть, вот я вам рассказываю, это пять экспедиций. В некоторые районы, вот, например, Папу-Новогвинея, это одна из самых криминальных стран мира. Я вот был в тех местах, в тех трех километрах от меня, украли австралийцы. Я вот там проводил исследования. И вот плюс, я один, нет обратной связи никакой. Вот это вот все, я прохожу через... Вообще непонятно, где я нахожусь, да, то есть там абсолютно только Папу-Новогвинея вокруг меня. И вот это вот, все вот эти вот факты, во время того, как мы... Я проводил эту экспедицию, я делал себе видеодневник, потому что невозможно записывать было уже в обычный дневник. Набралось около 500 таких небольших роликов, минутных, которые я в последующем расшифровал и опубликовал. Когда мы посмотрели, что их можно оформить в интересный контент, мы сделали это интереснейшим образом для того, чтобы... Время выходит. Явки адреса пароля, может быть, коротко, где все это можно посмотреть? Все это можно посмотреть на сайте фонда имени Миклуха Маклая, а проект мы реализуем как раз вот начиная с 1 июля, но открывать его официально будем 17 июля. День рождения Николая Николаевича. Николай Николаевич, извините, это не тавтология, спасибо вам огромное. Николай Миклуха Маклая, директор фонда имени Миклуха Маклая, следователь-путешественник, был у нас сегодня в гостях.